Ваши цели. Я с самого начала предполагаю, что у вас есть свое сокровенное желание и вы хотя бы примерно представляете, как этого можно достичь. Хотя если даже не имеете понятия, каким образом желание может осуществиться, это не страшно. Если у вас будет решимость иметь, вариант найдется. Самое главное это определить истинное сокровенное желание, и обрести решимость иметь и действовать. Намерение превращает желание в цель. Желание без намерения никогда не исполнится. Но сначала необходимо четко уяснить, чего же вы хотите от жизни. Расплывчатые формулировки типа «хочу быть богатым и счастливым» не работают. Представьте, что вы гуляете по городу без какой-либо конкретной цели. Просто бредете, куда глаза глядят. Куда вы придете? Неизвестно. Если же есть конкретный пункт назначения, тогда вы рано или поздно там будете, даже если маршрут точно неизвестен. Так же и в жизни. Если у вас нет цели, значит вы бумажный кораблик в бурной реке. Если есть цель и вы стремитесь к ней, можете ее достигнуть. Но можете и не достигнуть. Только в одном случае, есть стопроцентная гарантия достижения цели. Если это ваши цели и вы идете к ней через свою дверь. В таком случае никто и ничто не сможет помешать, потому что ключ фрейли вашей души, идеально подходит к замку вашей стези. Ваши у вас никто не отнимет. Так что проблем с достижением цели не будет. Проблема лишь в том, чтобы найти ваши цели и дверь. Во-первых, цель не определяется какими-то временными потребностями. Она должна отвечать на вопрос, чего вы хотите от жизни. Что сделает вашу жизнь радостной и счастливой. Только это имеет значение. Все остальное можете считать шелухой от маятников. Найдите одну главную цель. Достижение ее потянет за собой исполнение всех остальных желаний. Если ничего конкретного в голову не приходит, можно для начала сформулировать, например, такую общую цель. Вы хотите от жизни комфорта и благополучия. Что в вашем понимании означает комфорт и благополучие. Потребности иметь дом, машину, красивую одежду и прочие атрибуты комфортной жизни, можно заменить одной целью – получить высокооплачиваемую работу. Но как вы понимаете, это даже не цель, а дверь, причем неопределенная. Высокооплачиваемую работу можно заменить более конкретной формулировкой «стать» очень хорошим или уникальным специалистом в своей области. К чему лежит ваша душа? Но возникает вопрос, заполнит ли эта работа весь смысл жизни? Если это так, значит повезло ваша цель, совпадает с вашей дверью. Допустим, душа у вас лежит к определенной области науки, культуры или искусства. Тогда, занимаясь любимым делом, вы будете делать открытия и создавать шедевры. Счастье на такой линии жизни, находится здесь и сейчас, а не где-то впереди. Все атрибуты комфортной жизни, которых другие добиваются с таким трудом, придут сами, как нечто само собой разумеющееся. Ведь вы идете своей стезей. Если же дело, даже любимое, не является тем единственным, что принесет вам радость и заполнит всю жизнь атрибутами комфорта, значит это дело, наверное, можно рассматривать как дверь, но целью его назвать нельзя. Не забывайте о том, что ваша цель должна превратить жизнь, в праздник со всеми сопутствующими атрибутами. Не думайте пока о средствах достижения, то есть о дверях. Главное определить цель, а двери со временем сами найдутся. Ответьте себе на вопрос, в чему лежит ваша душа, что превратит вашу жизнь в праздник. Отбросьте всякие мысли, о престижности и труднодоступности предполагаемой цели. Вас не должны интересовать никакие ограничения. Если не верите, то хотя бы притворитесь, что вам доступно все, и останется только выбирать. Не стесняйтесь и заказывайте на полную катушку. Вы хотели иметь лодку? А как насчет своей яхты? Вы хотели иметь квартиру? А как насчет своего особняка? Вы хотели быть начальником отдела? А как насчет должности президента корпорации? Вы хотели много работать, чтобы получать много денег? А как насчет того, чтобы вообще не работать и жить в свое удовольствие? Вы хотели купить недорого земельный участок и построить дом? А как насчет своего острова в Средиземном море? Вот такие, а как насчет, можно продолжать до бесконечности. Вы даже не можете себе представить, насколько скромны ваши запросы по сравнению с тем, что можете получить, если будете идти к вашей цели через вашу дверь. Не загадывайте желание разумом. Не пожалейте времени на то, чтобы выяснить, чего хочет ваша душа. Выражение это мне по душе говорит само за себя. Оно показывает не мнение, а отношение. Мнение это продукт умственной деятельности разума. Отношение идет из глубины души, поэтому только оно может служить определителем своих и чужих целей. При определении вашей цели следует спрашивать себя, как я себя чувствую в оболочке достигнутой цели. Допустим, вы загадали себе желание. Чтобы проверить, ваше это желание или нет, задайте себе два вопроса. Первый, действительно ли мне это нужно? Второй, все-таки действительно ли мне это нужно? Попробуйте примерить к данному желанию, все признаки чужой цели. Действительно ли вы желаете этого всей душой, или только хочется этого желать? Не пытаетесь ли себе и другим что-то доказать? Действительно ли этого хотите? Может это дань моде или престижу? Инвалиду может казаться, что он всем сердцем желает кататься на коньках. На самом деле такая цель идет не от сердца, а от обиды за свою неполноценность. Цель манит своей недоступностью. Если цель труднодоступна, попробуйте от нее отказаться и понаблюдайте за собой. Если вы испытали облегчение, значит это чужая цель. Если чувствуете возмущение и протест, значит цель может быть вашей. Единственно надежным критерием в выборе цели, может служить душевный дискомфорт. Это негативная реакция души на уже принятое решение разума. Состояние душевного комфорта можно проверять только после того, как разум принял решение в определении своей цели. Представьте, что вы достигли цели и все позади. Как только это сделано, нужно прекратить обсуждение цели и прислушаться к ощущениям души. Хорошо вам или плохо, если к удовольствию примешивается опасение, или тягостное ощущение какого-то бремени, или чувство необходимости, какой-то обязанности, значит душа ясно говорит нет. Разум даже не может предположить, какие неприятности таит в себе цель, завернутая в красивую упаковку. А вот душа это чувствует. Чувство дискомфорта может быть неясным и смутным. Не спутайте душевную скованность с дискомфортом. Как уже упоминалось в прошлой главе, скованность или своего рода стеснительность, происходит из необычности ситуации. Неужели это все мне? Душевный дискомфорт это тягостное ощущение угнетенности или бремени, которое проявляется слабо на фоне оптимистичных, рассуждений разума. Душевную скованность можно устранить с помощью слайдов, душевный дискомфорт никогда. Самой большой ошибкой было бы считать, что вы этого не достойны. Полнейшая чушь. Такой примитивный ярлык вас заставили повесить на себя маятники. Вы достойны всего самого лучшего. Во всяком случае, не торопитесь выносить окончательное решение. Попробуйте испытать свою цель слайдами. Если видите, что со временем гнетущее ощущение не уходит, значит имеете дело с душевным дискомфортом. Если вы испытываете душевный дискомфорт, от каких-то аспектов самой цели, значит она чужая. Если испытываете душевный дискомфорт от сознания того, что цель труднодостижима, значит она не входит в зону вашего комфорта, или вы выбрали чужую дверь. Не думайте о средствах достижения до тех пор, пока точно не определите свою цель. Если вам не удается ясно представить себя в задуманной роли, возможно вы еще не готовы это принять. Зону комфорта можно расширить с помощью слайдов. О дверях можете не беспокоиться. От вас требуется только решимость иметь, тогда внешнее намерение рано или поздно укажет на нужную дверь. Не подайтесь искушению определить свою цель как деньги. Дескать будут деньги, тогда все мои проблемы будут решены, я знаю, что на них купить. Помните про кейс, набитый купюрами, в главе слайды. Там говорилось, что деньги не могут служить целью, а являются лишь сопутствующим атрибутом. Вы можете сразу согласиться с такой позицией, однако это не совсем тривиальное утверждение. Мы все так привыкли к деньгам, что можем перевести в денежный эквивалент практически все. Но деньги это абстрактная категория, предназначенная для разума, а никак не для души. Душа не имеет понятия, что делать с деньгами, поскольку не умеет мыслить абстрактно. Конечная цель должна быть понятной для души. Душе необходимо знать, что вы хотите купить на запрошенные деньги, дом, казино, остров и так далее. О средствах не идет, лишь бы душе это понравилось. До тех пор, пока ваша внутренняя бухгалтерия будет просчитывать средство достижения цели, вам не удастся определить цель и настроиться на целевую линию жизни. Активизируйте своего смотрителя и одергивайте себя всякий раз, как ваш разум пытается уйти от ответа на вопрос, чего я хочу от жизни. Стереотип труднодоступности цели самый стойкий, так что вам потребуется терпение. Разум будет пытаться ответить на другой вопрос, как этого достичь. Вот теперь пусть ваша душа скажет разуму. Замолчи, это не твоя забота, мы выбираем игрушку. Вы должны стремиться к свободе от деструктивных маятников, но это не значит, что нужно вообще себя изолировать. Все общество построено на их воздействии, поэтому остается либо уходить в Гималайи, либо искать свои маятники. Отшельникам легко беседовать с вечностью, находясь вдалеке от них. Но стоит такого отшельника, вернуть в агрессивную среду маятников, как он тут же потеряет свое равновесие и отстраненность. Ваша цель тоже принадлежит какому-то маятнику. В этом для вас нет никакой угрозы, лишь бы цель была истиной. Найдите свою цель, и маятник будет вынужден сделать вас фаворитом. Даже можете создать новый маятник. Главное реализовать свое право на свободу выбора, и не позволять маятникам установить над собой контроль. Вы не сможете определить цель путем анализа и размышлений. Настоящую цель может идентифицировать только ваша душа. Анализ это деятельность разума. Душа думать не умеет. Она способна только видеть и чувствовать. Задача разума в процессе поиска цели состоит не в том, чтобы искать. Разум будет это делать как обычно, то есть методом анализа и построения логических цепочек, на базе общепринятых стереотипов и штампов. Если бы свою стезю, можно было определить таким способом, все люди были бы счастливы. Задача разума состоит в том, чтобы пропускать через себя всю внешнюю информацию, обращая при этом, особое внимание на состояние душевного комфорта. Разум должен лишь сделать установку, я ищу то, что превратит мою жизнь в праздник. А затем просто впускать в себя внешнюю информацию, и наблюдать за чувствами души с позиции этой установки. Активный поиск стези ни к чему не приведет. Не беспокойтесь, ждите и наблюдайте. Если будет установка на поиск, нужная информация придет сама. В определенный момент вы получите какие-то сведения, которые пробудят у вас живой интерес. Главное, чтобы разум в этот момент не лез со своими размышлениями, а просто обращал внимание на состояние душевного комфорта. Можно самим ускорить приход нужной информации. Для этого будет очень полезно расширить круг своих интересов. Сходите туда, где вы еще не бывали, в музее, на экскурсии, в кино, в поход, в другую часть города, в книжный магазин, куда угодно. Не нужно активно заниматься поиском, просто расширьте диапазон внешней информации и наблюдайте. Дайте себе неопределенный срок, не зажимайте себя во временные рамки и не превращайте поиск цели в обязанность. Просто держите в мыслях такую установку, я ищу то, что превратит мою жизнь в праздник. Следите за своими чувствами более внимательней, чем делали это раньше. Пусть такая установка, постоянно работает в фоновом режиме. Любую информацию, которая к вам поступает, пропускайте через вопросительный фильтр, что я по этому поводу чувствую, нравится мне это или нет. Рано или поздно вы получите какой-нибудь знак или информацию, от которой внутри что-то словно встрепенется, о, это мне нравится. Обдумайте хорошенько данную информацию со всех сторон, внимательно наблюдая за состоянием душевного комфорта. Но вот наконец вам удалось отделаться от искушения размышлять о средствах, и вы определили цель. Когда появится решимость иметь и действовать во имя достижения этой цели, тогда слой вашего мира подвергнется удивительной трансформации. А произойдет вот что. Вы освободились от бремени ложных целей, вздохнули свободно. У вас больше нет необходимости принуждать себя делать то, к чему не лежит душа. Вы отказались от борьбы за иллюзорное счастье в будущем, и позволили себе иметь его здесь и сейчас. Раньше вы пытались заполнить душевную пустоту, дешевыми суррогатами, которые предлагали маятники. А теперь разум выпустил душу из футляра, и появилось удивительное ощущение легкости и свободы, словно пришла весна, и вы пробудились от долгой зимней спячки. Тягостное ощущение угнетенности и бремени исчезло. Согласитесь, гораздо приятнее двигаться к собственной цели, осознавая, что отыскали внутри себя то, что раньше безуспешно пытались найти во внешнем мире. Ваш разум выбросил ненужный хлам чужих целей, отказался от бесполезных раздумий о средствах достижения и просто впустил нужную задачу в слой своего мира. Душа сама выбрала игрушку и от радости запрыгала и захлопала в ладошки. Вы взломали ложные стереотипы, позволили себе иметь, несмотря на мнимую недоступность цели. Поэтому перед вами распахнулись двери, которые раньше были закрыты. Тут и разум наконец осознал, что цель действительно реально достижима. Теперь жизнь превратится в праздник, поскольку радостная душа побежит в припрыжку за разумом, который впустил цель в слой своего мира. Душа и разум весело зашагают, рука об руку по ровной и приятной дороге к счастью, которая есть уже здесь и сейчас.